Всем привет, с вами Антон и добро пожаловать на новое видео. И сегодня мы познаем духовное равновесие, ощутим дзен и за одну игру выполним 12 достижений в Стелларис. А если ты хочешь больше таких видео, то обязательно подписывайся и ставь свой царский лайк. Итак, сегодня я решил в качестве основной цели выполнить достижение Пискиппера или Миротворец. Оно заключается в том, чтобы 200 лет не воевать, играя за пацифистов, при этом кризисы за войны не считаются. И вы, наверное, меня спросите. Чё, дура, что ли делать мне больше нечего? Возможно, но это отличный шанс протестировать цивиль внутреннего совершенства, которое максимально запрещает контакты с внешним миром. Заодно разберемся, как играть, а за основу возьмем расу дальцев из игры Космические Рейнджеры. И да, если тут есть фанаты данной игры, обязательно напишите об этом в комментариях. А мы приступаем к разбору нашей тактики. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я её придерживался. Внутреннее совершенствование – модель, которую можно принять, имея этики пацифизма и изоляционизма. Мы для отыгража нашей цели возьмем фанатичный пацифизм. Что дает эта этика? Она полностью убирает все контакты с внешним миром, кроме торговли и пактов о ненападении. Но дает плюс 20% единства, плюс 10% скорости роста, плюс 5% к счастью населения, плюс 1 указ, плюс 1 к шифрованию. Из минусов – мы сами не умеем взламывать коды, взлом – минус 1, и на одного посла меньше. Второй этикой я решил за тест меморалистов. Она позволяет строить мемориалы на планетах, которые дают социологию единства. А на типах планеты «Ликтовый мир» и «Опустошенный мир» дает еще плюс 20% к верности принципам. Происхождение как раз берем осколки прошлого, оно вначале дает несколько технологий, когда мы будем очищать родную планету, плюс на приводных мирах будут модификаторы, которые позволят нам быстрее отстроить их. Из признаков я, честно скажу, набрал кашу. Почтенные, социологи, девиантные, успевающие и расточительные. Сделал я это для того, чтобы в итоге выйти в генетику и получить суперрасу. В общем, отыгрыш как он и есть. А приготовление мы закончили. Стартуем! Стартуем! Итак, раз нас ждут 200 лет мира и процветания, я лучше расскажу, как я вижу игру за подобных изоляционистов. Это что-то среднее междунаучной империей на кольце, которую я показывал в ролике про галактическую ирженскую войну, и сюжетное прохождение из-за спиритуалистов Братства Нот. Оба таких прохождения вы можете посмотреть на моем канале, ссылки будут в описании. От науки мы, собственно, и берем технологии, которые мы развеем достаточно быстро, быстрее, чем все империи вокруг, но, к сожалению, улететь другого измерения, как фаянский консенсус, у нас не выйдет. Банальный пример. Я в катке против императора к 2500 году уже имел повторяющиеся исследования на скорость энергетического оружия 25 уровня. В 2460 я еле дошел до 9. От тех же упоротых спиритуалистов мы получаем пророст по единству, и до 2300 года вообще можно закрыть все традиции. Но если как бы соединяете два вот этих подхода и развеете в целом без перегибов, плюс у вас лучше стартовая экономика и развитие, поскольку вы растете быстрее благодаря совершенствованию и изоляции. Для того, чтобы вас не трогали, важно делать две вещи – подкуп и армия. Несмотря на дипломатические ограничения, вы все еще можете торговать. Просто продавайте какой-либо ресурс, к примеру, еду соседям. И если они адекватные, то будут просто к вам относиться с радушием. А если это какие-нибудь милитаристы, то тут либо опять же подкупы, либо вы просто строите достаточно сильный флот, чтобы они на вас не напали. Итак, что мы будем делать? Ну, во-первых, выбьем недостающие ачивки на возвышение. У меня лично это была генетика. Лично я считаю, что генетика сейчас работает лучше всего, поэтому если вы никогда не пробовали, обязательно попробуйте. Если же вас интересует мое сравнение всех возвышений в игре, то обязательно пишите об этом в комментариях, я подумаю, сделать такой ролик или нет. А во-вторых, я решил добить ачивки на мега-сооружения. Ведь пока шли годы, я успел построить мир-кольцо, сферу Дайсона и переместил столицу на это самое кольцо. Итого плюс три достижения. Что, кстати, рекомендую вам тоже делать, если вы охотитесь за достижениями, единственная проблема может возникнуть с мега-композицией, потому что ее надо строить в туманности. Плюс я наконец-то выполнил достижение на предтечь, которая заключается в том, чтобы найти их родную систему. И да, если вы играете, вам выпадают Баола или Зрони, то для них выдаются отдельные достижения. И, наверное, последнее перед миротворцем достижение – это терраформирование планеты в идеальный мир. Просидев, как Илья Муромец, 200 лет на печи, и получив свою ачивку миротворца, нам необходимо выгулять нашу богатырскую силушку. Зря ли мы, что ли, качали экономику и науку? Нам необходимо выбить ачивки на левиафанов. К счастью или к сожалению для этого видеоролика я уже выбил ачивки на большинство левиафанов. У меня осталось, по-моему, два. Это взять трофея Стеллорита и родить новую галактику в Гаргантюа, то есть при помощи Машины Бесконечности. А в этой карте мне попался только Спектр, и все. Благо, в нашу галактику решили вторнуться незванно. Их победить несложно. Есть, условно говоря, два типа тактик. Это через дуговые излучатели и через артиллерию и мега-гига-пушки. Первый метод я показывал в ролике после гибели Земли. Если не видели, зацените. А если говорить про Арту, то я даже удивился, как она хорошо разносит незваных. Поэтому корабль в одну гига-пушку и четыре кинетической артиллерии прям огонь. Главное, ставьте на корабли больше щитов из лучших возможных. Естественно, вставляйте накопители щита, чтобы щиты дольше работали, потому что оружие незваных работает хорошо против брони и очков здоровья, но против щитов оно работает хуже. И для того, чтобы заменить броню в кораблях, мы меняем ее на, получается, обшивку с внедренными кристаллами. Из технологий, которые стоит брать, это, естественно, скоростельность кинетики или скоростельность энергетики, если вы используете, ну, либо Арту, либо Дуговые излучатели. Ну и, естественно, обязательно прочность щитов. Из указов указ на урон от кинетики и указ на прочность щитов. А чтобы получить достижение, вам надо просто самолично прийти и закрыть портал, при этом, естественно, уничтожив все якоря, которые его держат. А чтобы по дороге получить еще ачивку редкую из нового дополнения, мы становимся хранителем галактики и изоляционизм внутреннего совершенства этому нам не мешает. Мы им становимся, выгоняем кризис из галактики и складываем полномочия и получаем нашу новую замечательную ачивку. Также можете попробовать выбить достижение охотник за риктами. Я, честно скажу, это на удачу. Мне повезло, что у меня были раскопки на умникодекс, на миниатюрную галактику, что я выбил кря-ядро, выбил колдуна и выбил дракона. Ну, мне потом игра еще раз подфартила, я еще выбил ачивку на хана. То есть, как это было? Я решил зачистить всю галактику ради красоты, напал на мародеров, а великий хан такой Здарова, пацаны и панки в городе, нахуй! Два раза убил хана, получил его кресло и ачивку на ханду, по-моему, да? На ханду. Вот мы и закончили эту игру, получая довольно приличное количество достижений, некоторые даже очень редкие. Чем дальше мы будем с вами вот так вот искать достижения, тем будет сложнее, потому что появятся достижения на одну игру, то есть, к примеру, достижения Retirement Home, которые, условно говоря, заставляют нас играть за взбунтовавшихся служителей, или там очень рандомные достижения, к примеру, на нахождение Галатрона. Но мы их обязательно выполним. А пока не забудь подписаться на канал и напиши, какую ачивку ты не можешь получить и про какую хотел бы посмотреть видео. И про лайк не забудь. А с вами был Антон. Уважаемые бояре, вечно сегодня объявляю закрытым. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok